ситуативные и цк ситуативные все персонажи ситуативные вообще как бы да это дота но я про большинство ситуации сейчас говорю я очень люблю слушать спорить с людьми когда они первым аргументом говорят нет это по ситуации зависит как долбляща понятно что все в жизни зависит от ситуации игры про большинство ситуаций все-таки цк все-таки цк решили взять окей чтоб шагерос нормально раскастовала ты просто скажи мне какой кири герой но мартра я же говорил тут выбор не слишком большой тут пл остался может быть мартретка а все остальное это но абсолютно я не на кири героя чем ответит хал знает что иллюзии быстро убивает это стекер уже их нормально убивает шейкер это ситуативно потому что может у тиммейта не быть банально или шведаггер тебя вот затянется очень сильный что делать не играть в доту пешком идти пешком можно не дойти бэйн кристалл мэйден эйбер что все ситуативно роман я понимаю я это прекрасно понимаю по сути вот всех героев которых мы перебирали их потихоньку и разбирают единственное что я кого реально не ожидал здесь увидеть это кристалл мэйден сын кинг также нарисовался решили не брать а ну хотя с лордар куда он тут уже влезет этот слордар погоди а чо нас по линиям у веги ну давай посмотрим смотри я не шучу сейчас я вообще редко шучу ну сейчас сейчас посмотрим все таки я видел уже шейкера в миде я помню даже у нави был когда-то фетиш ставить шейкера в мид когда они выигрывали всех подряд сейчас они вроде тоже показывают но пока еще до шейкера в мид не докатились как они поднялись обратно туда вега не уверен что нужно экспериментировать настолько сильно возможно решают невозможных по сути решающая карта для веги им проигрывать нельзя там хотя бы можно допускать качели пыли типа 2 2 не ясненько просто там уже осталось было один да 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 можно уже на что-то будет съезжать не знаю будут съезжать ребята или нет давайте наверное поглядим на лайнапы и начнем с команды вега вновь маг будет в этот раз на сэнд кинге соло энчантрес ноуан earth shaker действительно это шейкеры миде паша на спектре и сема the slayer на вот этом вот рубики ну и evil genius spd играть на crystal maiden sumail amber spirit universe omni night fear будет играть на бэнни и артизис какать на house night а вот такие у нас интересные получаются house night у менять коней и к ней обычных сейчас тут у него паунтов пауз ездовые животные надо там белого коня сделать сражение вообще он не на коне сейчас сидит это типа пёс а это такой пёс внимательно присмотришься это реально она вообще-то да это собака и же вижу вижу вот какой-то босс и звула на самом деле вообще ввести вспомнить всех монтов и звула у нас тёма приехал и бейте меня и бейте меня забавная анимация анимация слушаем кстати может и уйдет еще браун наверно ведет подожди а чё танк у него больше половины хп очень спокойненько выходит ты рано хоронишь роман а лучше рано уже потом не вспомнить про него потянуть я интригу нагоняю подминать понятненько немножко есть ну и что у нас получается по линии и по линии у нас пока соло стоит в миде против сумаила очень любопытненько и тонна шейкер просто еще не добежал до миды я понял он там пока не чат усуется вообще не чат раз против эмбир спирита достаточно классно работает собственно и он против нее более менее работает потому что вроде как тестами и убьет и не особо замедляется получится им guard скорее все будет играть поэтому надо и флэмгвардом вроде я нормально жжет а с другой стороны и чат раз которая качает импетусы а просто в мехом внутрь выворачивает эмбир спирита да от нее не пытается уйти эти импетусы они они его и прощают ты гол мага кстати арк выбрал путь раскачки честь попал без калстик финал ну мне почему-то кажется что против хаос на это круто смотрится пассивка я думаю что в дальнейшем она там и появится это пассивка просто что 0 мага не особо резон есть он без сапога артизи пепеди наглеет нахуй часу соло если хочу назвать нитроген читаю последнее слово читали не последнее слово или называй его нитроген я не знаю лёха хорошие и фиссурка замечательная личный ферст блат бега лёха нитрогены кликуха код стрит трейсер не знаю деревенского такого которого хулиган там наклейка на заднем стекле бандит чё лр гараж какой-нибудь все перечислил все что клеит там я думаю там еще можно пару первых найти ну можно наверняка на эти самые такие пафосные сказал у нас там сейчас самый пафосный сумаил миди отхватывает от с я могу по язвить немного про веса с авторшоком на втором но не надо в этом случае потому что но у ван все сделал правильно а выкусили хитерки а маг свой час хитерок люди стоит они так всегда делают ладно мак тут пока выкапывается сделать молодец маг действительно молодец юниор здесь пакосничает хочет увести видимо немного внимания себе да но у него не получается твой сделать крики каются назад ну а шо булыжник сейчас будет клуба турции сумаил вязал крипов но это его помни спасет хотя сейф тп не ушел а как же ушел в итоге сумаил и универс здесь со своей еще не наурой да и хилом муана еще и прогоняет отсюда мы вообще с отпишемся под лоб уже может наверное и подворотнуть надо на улану потому что конечно еще цемка сколовой помощь и воин то вообще есть еще четверо пятеро я не ошибаюсь артизи на топе у него даже телепорта нет ну да это я не могу так много складывать у меня лучше с отбавлением ну типа минус один все таки тут ты прав можно от противного как отчитать но он будет если мне дотянулся сейчас очень хотел вот такими ручонками своими страшными хотя не такие же короткие не просто согнуты слушай причастем а вот и универсал под напрячь да вот так вот она уронил залетает нож ваш сюда подбегает тут еще и немного его просто ногами сейчас за месяц именно ногами вы месяц в итогере пол закончился и пол все-таки не вечный и хороший выход от шейкера вновь один ассист был на ферзбату на улана еще и фраг оформил пусть тер конечно и вот он так им в два пока невозможно сейчас на 5 уровне Может быть, даже будет в 3. Такое тоже не новость. Да, он и есть в 3. Ну, ты смотри, выход в смоке. Саппорты решили помыть здесь универсу размотать. Сейчас будет, знаешь, это... Битва какая страшная будет. Три саппорта месят просто Сему или Пашу, у кого они будут в телекинес уронили на голову ППД Бэйна. Есть слип, должен подбегать сюда универс, должен хилить Фира, по сути. И хилить Фира, пошел бронеца, пошел подхил, как больно, Паша здесь и саппорты-то справляются. Ну, как отсюда теперь уйти? Должна быть сеточка от тролля. На кого будет сеточка? Тут же репел, моментально реагирует. Универс есть подкоп, уже подхил откатился, поэтому сейчас еще дэмэджа немного должен нанести. Но маг старается забодиблочить, пошла нова. Есть слоу. Хорошая, очень нова. Тут же подтягивается Хаус Найт, стягивает мага на себя. Маг уползает. А вот Соло, наверное, отсюда никуда не денется. Артизи тоже не в ту сторону побежал. Слушай, и Соло даже может уйти отсюда. Да, все в итоге уходят у веги. Я уже испугался, что сейчас полягут все. Но в итоге отделались одной спектрой, которая погибла сам в начале. Ну, спектра это важно на самом деле. Ее выиграли много минут до Смейла. Ну, она была по плановым фрагам, скажем так. Атакуют. Артизи подтащил Пашу. Пошел стан на 3 секунды, но продолжать нечем. Бронецап, конечно, второго уровня есть. Это круто, но что дальше? Сумаил, чинами. Привязались крипы, подлетают сюда. Он мне выхиливает. И стики у него еще есть. Юниорс Бедный просто не успевает сейчас по карте летать. Вообще у него с левелом тоже небольшие проблемы. Он четвертый. Какая еще... Хороший шок-вейв. Еще один был от Сатирчика. Тут же Сема. Зателекинезил. 4 секунды залетает по столу. Чуба тягивает сюда еще и Сумаил. Пусть будет наносить удар. Да, и новая Кристал Мейден добивает. 3-2. ЕГЭ выходит по фрагам вперед немножко. Да, ну и что делать с Умненайтом? Который просто стоит и наглеет. Ему все равно. Он сейчас апнет пятый уровень. Кстати, с появлением у него уик-тимейта все вообще плохо становится. За счет Семауки Сумаил конечно может нон-стоп клацать свой флейм-гвард. Черены, потому что с манной вообще никаких проблем нет. В момента, что Аура только второго левела она уже впустит очень сильно. Рома, живи. Не-не, я живу. Я живу. Все замечательно. Извините, конечно, но не могу ничего с собой поделать. Так, у нас тут еще один Синг-чин. Ноу-уан. Ловит стан опять на трешку. Телекин-эс. Ноу-уан. Есть эко-слэм. Будет, наверное, тотем. Но он отсюда не уходит. Да, и, конечно, не должен он отсюда уходить. Еще и ранжевые крипы его тут пробивают. Очередной стан. 189. Минус ЕС. Не знаю. Я вот изначально скептически отнесся к этому шейкеру в мид. Родина там. И норм стоит время от времени. Но сейчас что-то Разверился я в нем. Так, у нас PPD. Подморозил Сатира. Подтягивается ArtEasy. Зайвый делал Станкентавра. Но на этом Ганг остановился. Да, ну эфир. Ов 6-го имеет уровня. И скоро появится Финзгрип. Еще одно неприятное событие. Финзгрип тут, в принципе, есть чем сбить. Но... Сам факт. Просто того, что придется и Рубику идти куда-то сбивать, и фиссуру на это тратить. Я бы не сказал, что это совсем бесполезная обилка. Что-то по-любому придется на нее тратить. Не поспоришь. Выход на топ. У нас сейчас на мага. Сумаил. Смотрел на Андрея. Поздоровался с ним. Возможно, немного подмигнул даже ему. И правил его в Освояси. Кстати, умник не стал на шестом брать. Сумаил, не знаю почему. Возможно, они планируют какие-то массовые стычки, но они могут зайти незапланированными. Такое иногда происходит, но вот сейчас, видимо... Сейчас, видимо, это как раз и станет незапланированной запланированной стычкой. Хороший стан, очень таймингово все было сделано. В итоге, Сумаил улетает на Суринан, прожимает хосту и убегает. Очень много было в нем потрачено, он сейчас спивается ботлом, но полностью, конечно, не отопьется, и это за контродачить не получится. Зато архите в это время проюзов ультимейт на ботами спокойно расправляется с Т1. И вышка падает. Башни сил света на нижней линии разрушена. Барабанчики скоро будут. Полезны здесь айтем. И саппортом поможет побыстрее дистанцию сокращать. Ну, опять же, обратите внимание на Move Speed Crystal Maiden. С транквилом, это он еще более-менее. Вот, когда они выключаются, все очень плохо. Вот смотри, Сумаил, 1200, что, трава сразу же будет собирать, и выходить вот этот сплит-мод, либо же все-таки Battle Fury. Она видит Юниверса. Юниверса. Не докопался до него маг. Сразу же срабатывает гена. Ура! Юниверс. У него и репел, и хил. У него есть все. Не взять. Не взять здесь так. Юниверс. И no one. Не дособирав себе денег на Blink Dagger. Погибает. Уже во второй раз Earth Shaker. 1100 голды у него остается. Прямо там две сотки. Неприятные, неприятные моменты определенно. Для Веги. Не должен так ЕС умирать. До появления Blink Dagger точно не должен. Опять же, тратить все, что есть, попытку убить Omni Night'a. Да вы уже все. Вы запароли ее изначально, эту попытку. Хорошо, но не докопался Санкинг. Развернитесь, убедите. Вас никто за это, скажем, не наругает там. Я думаю, все поймут. Си-ки-ки-баб. Как раз ты что-то вообще несешь. А как же там начнется без яиц? Пошли-то развернулись. Что за фигня? Это же даже не Т3. Куда-то пошли. Да-да-да-да. Это он. Кпд Мага пытался рассекретить. Не вышло. Но вышка упадет. Вышка опять упадет. Очень активно играют сейчас. Гегэ. Ставится агрессивный вард, который дает кучу вижена по всем мувам. В гаву сторону. Смотри, Шумаил вообще себе Power Threats купил. Я вот только поднял тему Травелов. В итоге мы видим ПТ. То есть это совсем боевой вариант Эммер Спирита должен быть. Видимо. Ну да. ПТ-шечка это на силу или на ловкость. Нужный момент. На Травелах. Когда тебе надо летать, фармить и так далее. А так вот. Ты глядишь, сразу драться можешь. Хотят. Хотят взять мага. Очень сгущаются над магом. Андрей. Андрей. Поворот не туда сейчас от Андрея. Фир. Сейчас начнут просто щекотать. Должны, наверное, сейчас начинать здесь ковырять мага, но испугались. Что-то не стал Фир его щекотать. Не знаю, почему. Вроде я думал, что пощекотает. ППД поймали. ППД, колбу на Нувана. Хорошо. Спектра использовала ультимативную. Гонится за ППД. Ловит слип. ППД выживает. У ППД еще фейрифайр даже остался. А вот Сема не факт, что выживает. Пошла колба. Финцгрип. Итак. ППД. Леша. Знаешь, тут просто фисура вроде бы и хорошая, но она и Сему закрыла. И в итоге приходит Бэйн, высасывает Сему. Подтягивает сюда Артизи. Артизи под репелом. То есть ему, в принципе, по барабану на Солоча с его онтачеблами. И это еще один минус. Два фрага от Evil Geniuses. Где этот шейкер? Где этот маг? Но мага уже есть. И Броустрайк третий, и Эпицентр имеется. Свою иллюзию месит Артизи. Почти замесил. Замесил. Да, пока опять не ладится. Все, тринадцатая минута. Если посмотреть, что у нас происходит по Нетворцам. Топ-3 Нетворца принадлежат команде Злых Йениев. Почти семь с половиной тысяч преимущества. Маг, сейчас может подкопаться, кстати, до фирмы. Но там четвертый брейнсап, если ты его не забираешь мгновенно... Да, очень-очень, да, тяжело убивать таких героев. То есть, вообще, нужно сделать чуть ли не идеальный замес. Сенкинг должен идеально закопаться, идеально раскастовать Эпицентр. Рубик точно так же должен идеально, я не знаю, там кого поймать. Попытку бить шейкера, будет ли ТП, есть ТП на Т1. ЦМК уже заходит в спину, выходит на ноу-1, а дайкера у нее нет, получает ноу-1. Будет минус, и посмотри, у него не хватает. А, хватает. Татала голды, да. А, слэм, слушай, киссура, еще и ЦМочку убивает. Дай до ноу-1. Там в это время еще какой-то снайд погиб? Вообще, если что, у ноу-1 еще 11 стиков есть, поэтому Бэйн тут вообще непонятно, что делает. Правда, вот он, запошел, захил, ботно пытался отбиваться между титями, но не получилось. Появление, конечно, омника несколько сместило баланс сил в пользу команды ЕГЭ, но ноу-1 сражался, как лев. И Блинк Даггер все-таки себе купил. Блинк также появляется и у Сумаила, смотри. Нет, продал и потом не откупил. Нет, говорит, а, курьера выложил. Все-таки купил. Что там все мы делал? Все, но вард поставил. Интересный вард. Ну, артизи, ультимейт будет через 15 секунд. Вышка медлетт до сих пор стоит. По покушению на нее уже не было. Не сдается. Ну, и универс практически доформил Мекку. Без сотни у него остается. У него вообще все хорошо с фармом. Он топ-3 Нетворса, если что. Хороший результат для Минайта. И уровень тоже у него неплохой. То есть, уже почти четвертого уровня репел у него имеется в наличии. Сокращают окно без репелия до двух секунд. Конечно, появится со временем дефуза у Паши, но когда это время наступит, пока еще не совсем понятно. Я смотрю, сейчас Маша очень активно помогает и Шейкер пофармить. Остальные, я думаю, герои тоже не должны оставаться стороной. Вот выход миддл какой-то. Сумаил. Украли. У него флеймгвард, кстати, полезный для Рубика. Логическим демеджем будет теперь не так просто взять. Какие-то там СМ-ки. Какие-нибудь флеймгвард? Да. Интересно, кстати, флеймгвард на флеймгвард. Смотреть. И будут друг на друга гореть. Вообще, эффект должен нивелироваться. По сути, ничего не должно происходить. Он так, по идее, и должен работать. То есть, они просто горят, потом исчезают. Меленько должно выглядеть. Плинк Даггер также у Сенкинга. Вот это интересно. Да, теперь все становится действительно в разы интереснее, просто потому, что если сейчас ЕГЭ хотя бы немного ошибутся, у них будут очень серьезные проблемы. Если Вега все делает. Погоня с Нованом. А его все равно зацепить уже нечем. И тут же попытка выйти на ботом на Пашу. Но Пашу надо тоже забирать до момента, когда нажмет ультимейт, потому что там он смещается в мидл. Нажимаются барабаны. Паша, Винц Грибу начинает вместить его Артизе. Ультимейта у нее нет. Не успеют. Не успеют заместители. Успеют. Кисура, это слэм. И тотемчик. И все, залетает у Пашу. Тем не менее, убивают. Опять доля секунды. Фир тоже умрет. Прет тайминга. Сумаил еще подошел. Он с дабл дамажем, но он урона все равно не наносит. Вообще непонятно, что тут будет делать Сумаил. Хотя слушай. А дрипелл он-то он неплохо. Действительно, зарезал Солыча. Маг опять докапывается. Юниверс. Юниверс пока еще живет. Кило мага не достает. У Шейкера уже все закончил. У Шейкера нет прокаста. Что делать? Надо просто убегать. Смотри, Сумаил. Ноу вана. Даггер только через 7 секунд. Ноу ван. Не надо быть. Пребежал. У Сумаила еще 10 стиков есть. Да, Маг. Докастовывать эпицентр. Должен быть репелл или подхил. Ничего не сделал. Юниверс. И просто спасается бегством. Куда ж ты с подводной лодки денешься? Прожимает ультимейт. И сейчас сзади хил репелл. На нем висит пока не может это сделать. Прожимаются барабаны. Паршу подтащили по толпу. Сейчас должен быть хил по Артизе. Это должно быть просто стоны демиджа. Отличный подсейв от мага. Как же Андрей вырывается за своего тиммейта. Просто как лев. Реп. Кто-то подойдет сюда? Прощают, прощают мага. Шейкер, кстати, с ресуркой-то и есть. Можно попробовать перекрыть. Вот так, например, да. Набрасывается на Артизе. Контроли. Чудесный. Снова далеко был Юниверс. Снова был очень далеко. Хотя вроде он не найдет. Но надо ему собирать. Порстав или линзу. Я не знаю, что угодно. Чтобы побыстрее сокращать дистанцию. И спасать своих тиммейтов. В прошлый раз такая проблема у нас была с ППД. Который играл на Назле. На спасателя. И у него немного не получалось это делать. И сейчас эта проблема у нас перешла к Юниверсу. В принципе со спасателями, видимо, проблемы у ребят. Хороший подхилл был от Рубика. Но Соло, возможно, это не поможет. Хотя он пока еще жив. На развороте закидывает им Петусы. Прошел новый год. Ой, хороший новый год. Мало демеджа. Мало. Чё, Паша? Погибает Спектраду. Но Уан только-только-только тотемом вбивает. Сенкинг вновь капается. Но, естественно, продолжения нет. Урона практически никакого нет. 26 секунд до следующего Эхо Слэма. Погибает Сенкинг. Фессура от Нуана. Но его сейчас за это накажут. Ой, как его накажут за это. Да, ничего не светит. Здесь больше. И еще один минус от ЕГРе. 11.15 они уже ведут. Там Бэйбэк был. Где у кого? А, у Индерспирита. Я бы не сказал, что это слишком сильно повлияло на исход замеса в плане экономическом. А вот в плане того, что ЕГРе его выиграли в месяч. Это, наверное, так и повлияло. И вот он еще и Армлет. У-у-у, Хаус Найдер. Неприятненько. Армлет делает его намного толще. И демедж добавляет порядочно. Армлет вообще очень хороший артефак. Такие герои, как ЦК, Драгон Найт. У нас еще есть из таких вот сигнатурных под этот Армлет. Почему конкретно эти герои? Потому что у них очень серьезный дефицит... А, Леорик тоже. Ну, Рейс Кинг, который... Бьют сильно, но медленно. Там тот же ДК, хотя бы со сплэшом, там уже с 11 уровня, клепает. Это тоже неплохо. Армлет в этом плане очень помогает. Быстрее, посильнее. Что будет стычка какая-то или нет? Эх, слэм откатился. Есть уже 2 уровня даже ультимейту шейкера. Все, масс. Энерджи бустером. Романим. Ну, сейчас будет стычка. Пир. Пошел репел на него. Знали, потому что сейчас... Это атака. Там вард стоит. Там видели перемещение веги. Парни из ЕГЭ. И поэтому контролировали. Все-таки смещение. Видели артизию. Решили на него пока не нападать. У Сумейла проводил крипов по ботам, и они сейчас активно пушат Т2 уже. А, у Сумейла тоже стоит отметить все замечательно. Хороший итем билд и хорошее вообще исполнение. В принципе, ЕГЭ сегодня хорошо играют. Вега тоже так с переменным успехом. То делают какие-то феноменальные вещи, то немножко все-таки лажают. Но, в целом, пока еще гранд-финал продолжается. Это значит, что нам еще предстоит посмотреть немножко дотки. Есть ТП на ботам. Нужны дефт сад крипов. Кто-то еще прилетает. Это Паша. Ну, для него тут, на самом деле, урожай крипов. Собирать он должен, по сути, ферст-тайтовым сразу какие-то диффуза. Потому что с репелом драться, это неприятная затея. У него уже первое лезвие появляется. И еще 400, я думаю, появится и второе. Но это вполне логично. Я с тобой полностью соглашусь. То, что драться здесь без диффузов вообще резона никакого нет. Просто Сумаила какого-то очень трудно будет забодать. В принципе, а это... А если ты на Бэйна, и он финсгриппит? Уронит они Т2. Не будет его никто дефать. Падает вышка. Остается на Ember Spirit. Он все ближе к своему ботов Юри. Если это ботов Юри, конечно, но я думаю, что это БФ. Да, появляется Клеймор, появляется Топорик. Тыщенку остается дофармить. И могут сейчас интересным образом в спину зайти. ЕГЭ, Курьер срезает Курьер. Это минус форстав для Нулана. Досадно немного шейкеру терять такой форставчик. Уже готовый. Башню сил света на нижней линии атакуют. Ну и теперь уже Вега понимает прекрасно, где находится ИГЭ, естественно. Продолжай толкать ТОП. Стесняются. Есть одно ТП. ТОП-2 это Сумаил. Ну, синициировать здесь вряд ли получится. Но даже если получится, то команда слишком долго будет подтягиваться, что ТП уже на вышку сделано. ТП еще дольше. Тут в Смаке попытаются выйти на бот. Там Паша. Паша собирает Яшу. Ага. Ты не диффуза. Не знаю. Вот Яша первым артефактом это может быть ошибочкой. Потому что как вообще потом пробивать? Ну, я тоже не знаю на самом деле. Потому что диффуза смотрится действительно неплохо. Есть что скидывать. Опять же, ультимейт, Гвардиан. Да, да. То есть, Гвардиан. То есть, все абсолютно ты правильно говоришь. Просто по ловкости, атак спиду, прочим параметрам, я бы не сказал, что они слишком сильно отличаются от друга. В цене, конечно, там в косарь добрый есть отличия. Но по остальным параметрам 25 ловкости против Яши 16. Там 15 атак спиды еще лишних есть, конечно. Это приятно. Но тут же Пурдж. Который просто незаменимый. Ладно. Интересно, интересно. Падает Рошан. Руна double damage в хаус-найта, поэтому разбираются с ним. Довольно-таки быстрым. И гида для Ардизи не стали отдавать Сумаилу. Сумаилу на верхней линии атакуют. Смотрит тембер и так весьма монесящий. Да, как-то угрюмо пока выглядит Вега. Понимаю, что основная их сила это Спектра, но пока она вообще нифига не сила. И нужно еще очень-очень много времени для того, чтобы стать чем-то похожим на Керри. Ну что, Сумаил вставляет ремнант. И есть у него уже баттл фьюри, поэтому теперь драки будут еще интересней. Тут в Смаке засада сейчас готовится на Сумаила. Ну а что ему делать в репеле? Да, так вот. А что ему делать в репеле? Очень хороший вопрос. И отвечать на этот вопрос будет команда знатоков в Вега-Сквадрон. Артизи с Аегисом поднимается, отпрыгивает. Но, вон, не получилось никого зацепить. А хотя нет, получилось. Это... Леха, не драген. Ой, там еще и Сема подставляется. Подвинули Артизи обратно. Да ладно, Эберспирит просто срезал Рубика только что. Да, срезал Рубика только что. Казалось, что Рубик уже ушел, но нет, не тут-то было. Ну и он ушел по итогу. Его не слишком долго не будет с нами. Поэтому, я думаю, не слишком сильно Вега должны будут заметить отсутствие своего суппорта. Там через 15 секунд он появится. Факт, что даже Тир-2 здесь за 15 секунд ЕГ смогут забрать. А теперь нападение внизу на Пашу. Паша смог убежать. Возвращает сюда Сумаил, но... В КД были. Да и Вижна не было у Бэйна. Это просто чайные, скоро Батк. Ну ладно, запрыгнул. Фиссурка по Артизи. Артизи на конец. Сейчас в ответку Артизи как. Касалтанешь что-нибудь? Он успел ехать. Мог Батк ехать, как Рубик, но отъехал Шейхер. Два разных стиля Артизи или как? Совершенно два разных. Один на хайграунд, второй на хайграунд, второй на хайграунд. Файту. Хорошо. Я запомню обязательно. Башню сил света на центральной линии. Так, ваша у нас переместился в чужой лес. Сейчас будет паркмить вина там. Естественно, благодаря своей ультимативной способности можно заниматься этим вообще постоянно. Так, ну и падает Т2. ЕГЭ за последнее время неплохо нарастили себе финансовое преимущество. Видимо, они уже в районе 10 тысяч голды ведут. Это действительно много. Артизи просто взял правил за ультимейт и отправил его фармить. Артизи любит так делать, на самом деле. Это не впервые у него. Не экономит, скажем так, ультимейт. А почему бы и нет? Если команда противника все равно ничего не делает. Там эпицентр расфестовали в Сумаила. Получает импетусы. Очень неприятно. Ему пытается выиграть время для ремонанта. И Сумаила выхиливает. Слушай, а маг это выхилить некому. И в этом основная проблема. Маг выкопался. Маг пытается убежать. Через секунду будет блингдайгер. Но его срезают фестами. Сумаил. Сумаил. А, тут еще и Спектра умерла. Я понял. Спектра где? А тут же? Да. Прямо рядышком. Почти. Да, ну вот смотри. Сидит Спектра. Не фармит. Вроде как задача основная сделать так, чтобы именно она била крипов. То у Спектры Нетворса меньше, чем у Умни Найта. Это понятно. У Умни Найта Нетворс выше, чем у всей команды Вега. Кроме Ростшекера. Башню Сил Света на верхней линии атакуют. Ну, я не знаю. На хайграунде отбиваться, конечно, еще есть неплохие варианты у Веги, но это проявление блокинг-бара. Не стоит забывать, что он просто нажимает эту кнопку и чем пробивать. Да, там ЭКО СЛЭМ и так далее. Все имеется. Но и под силы кучу. Но в любом случае, пока еще на рампу ЕГЭ мы видим не зашли. И вроде бы хотят этим заняться, но что-то им мешает пока. Так, я думаю, не стоит торопиться. Пока и так все хорошо. Ну, действительно, хорошо. 12 тысяч преимущество на 28-й минуте. Артизи может фармить, там добрать какие-то тараски. Пока что нет никакой угрозы, потому что у Спектры новых айтемов нет. Радианса нет, поэтому какого-то колоссального фарма в ближайшее время она все равно не вывезет. Да и угроза она тоже колоссальная и не представляет. Вот и все. Поэтому, что бояться? Ты сравнили скорость набора фарма Эмберспирита с ботов Юрия. Скорость Спектры с Яшей в кармане. Там уже Кристаллис летит. Тысяча тонн в руках еще есть. То есть доберется до Дедауса всякие Рубики, Инчи. Далее они же молиться будут на то, чтобы... А вдруг не пройдет. Ну, вообще-то, да там большинство героев будут так молиться. Там и Шекер полторы тысячи хп, и Сэм Кинг там тысяча двести пятьдесят. Там любой рандомный какой-то крит, это уже третий, а то и половина здоровья. Так, у нас Тортизи, смотри, затаился. Возможно, сейчас будет убивать Ноуана. Шекер пошел Хаслэм просто для того, чтобы убежать. И в панике Ноуан скрывается. Две минуты кулдауна и Хаслэм. Будут ли этим кулдауном пользоваться сейчас ЕГЭ, не знаю. Но пока что они пытаются забрать Спектру. Спектра улетает в одну из своих иллюзий. И, да, вот она в лесу. Спит пока что. Там хороший эпицентр, кстати, от мага. Но в итоге репелл на победе и победе выживает. А уйдет ли отсюда маг? Есть фурстав. Ова. Ну, увидели, увидели, куда он там на фурставе должен был летать. Ну, там даггерси секундочку от мага, отстрыгивай. Что-то успел. И, нет, нет, у этого даггера сбивает. У даггера Сумаилы. Режди вот своими сабельками. Минус 3 от ЕГЭ. Мегакилл уже. Стрик. У Тумаила. Башню сил света на центральной линзе. Спирит там хорошо. Спектру задушил. То есть она улетела на него как раз, но Бэйн не растерялся. И был готов ее принимать. Да, у Бэйна уже практически линза готова. И артизи 3 300 на руках. Ну, и Дадейдаус опять же остается Раши, потому что 2 600 на руках. У Эмберспирита все слишком хорошо. У него 14 500 на Творца, а вражеские керри имеет 7 900. То есть в два раза практически. Перефарм. Да, так если сложить стоимость Эмберспирита и Хаос Найта, там получится вообще как вся команда Вега. Пока по деньгам все достаточно прискорбно у Вега Складрон. Естественно, есть еще ультимативные способности у Сен Кинга, у Эрс Шейкера. Тот же Рубик, возможно, еще что-то подукрадет хорошее. И, возможно, это станет причиной переворота какого-то колоссального. Пока, пока ЭГ выглядит чересчур уверенно. И если сейчас они купят либо там себе пару Блэккинг-баров, вот, например, первый Блэккинг-бар уже появился у Хаос Найта, может, кто-то еще там доберет себе, не знаю, может, не будет там тот же Семейл забирать, это его личное дело. Просто к тому, что под этим Блэккинг-баром Хаос Найт сейчас будет неуязвим. Его почти нечем убивать. Там есть только Инча, наверное, который может еще хоть как-то пробивать. Но обрати внимание, что собирает Спектра после Яши, это Диффуза. Да, вижу, я обращаю внимание. Почему тогда Яша была перед Диффузами? Чего так? Там кого-то подцепили чейнами, это Мак, Мак, суети, Мак уходит. По-рубиковски. Да, кстати. Я не знаю. Но в итоге у тебя нет статов, у тебя просто 1300 хп. Я не люблю обсуждать выбор профессиональных игроков, но все-таки иногда... И вообще комментатор. Я жалкий комментаторишкой, я с этим никогда не спорю. Вроде как, ну, либо манту добирать, чтобы какие-то статы были, либо сразу Диффуза и никаких хрипов. Вот, у меня претензий к Яши нет. У меня претензия к тому, почему не Диффуза сразу же. Потому что по статам артефакты, ну, достаточно похожие. То есть ловкости, там, демеджа, атак спида. Плюс-минус столько же тебе дается. Как бы в чем проблема? Просто сразу Диффуза. Но так ты сразу можешь драться с этими Диффузами. А с Яшей ты ничего не можешь делать. Вот, к этому идет основная претензия. Сама последняя Яша, которую когда-то потом соберут там в Монта Стайл, окей, черт с ней. Круто смотрится, потому что там какой-то колбус кинуть. Да, но сейчас драться конкретно в этот момент, пока у тебя до сих пор нет Диффузов, ты уже 32 с половиной минуты, бегаешь и не можешь драться, будучи мейнкерри. Это неправильно. Багшекер там, я тут, напал на Сумаила, тут у нас репел. О боже мой, репел. И что же с ним сделать? И ничего ты не можешь делать. А ничего ты не можешь сделать. Если кто может что-то сделать, это Инча. И она делает. Она убивает людей. Потому что Инкинл хорошо топнул. Крайд. И универс, скорее всего, тут расклеится. Тебя подкил, новая от ППД, как много демеджа, еще и соло подцепили. Есть брейнсап. Минус Солыч, скорее всего. Иди так. Завалю тебя, Инча. Я прям вижу, как... Знаешь, как девушки обычно ругаются? Вот эта коза. Прям слышу, как Престал Мейден кричит это своим песклявым голосом. У нас там Шейкер байбэк сделал, я смотрю. Ну, дефать будет. И правильно, потому что Артизи-то идет в атаку. А чем дефать? Эхо слайма нет, ничего нет. Фисуркой? Положил фисурку. Неплохо. И уже Артизи не бьет. А мог бы стоять и бить. Уже дефать. Зато КПД там слоу граунда разваливает. Да, такой разваливатель. Хотя сто плюс атаке. Ну, если что, у нее еще там Блэкинг Бар имеется. Где Санкинг со своим эпицентром? Нет, пока еще нет эпицентра. Рубик украл репел. Чуть миленько тоже. Ну, кстати, украл репел, это круто. А, да, на то, что спикеру можно будет повесить. Может, полезной станет хотя бы немного. Ну, ладно, сейчас Дефюжуал Блэйд уже есть. Сейчас спикера уже хоть немного на полезной стало. Как эту пользу теперь использовать? Да, интересный оборот. Но это не совсем понятно. Жир у нее не особо прибавилось. Раск сейчас будет. После Рошана будет Тарасквартить. Да, какие слабые. Пока я видел, урон наносит только энчандры. Я смотрел, как юмпетусы залетают. Они залетают сочненько, вот как всегда они залетают. Ты бежишь, 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 у тебя вроде бы все хорошо. Поймал два лучевых копья и понимаешь, что у тебя полстолба нет. Мне кажется, даже Артизис Тараска, если где-то немножко ошибется, его одного вылазит. Или там Шейкер хочет Форстафа и Хаслэма войти прям в толпу. Ноуанчик. Ноуанчик. Будет ли врываться? По-моему, пора. Не бывает. Не срослось. Не получилось. Пацан к успеху летел. Не зашло. Успех не с той стороны находился вообще. Успех был немного не там, не на руне, скажем так. Да, да, да. Ошибся. Ну, он ошибся, сделав байбэк и ошибся, отдавшись без байбэка. Ну и с Хаслэмом немного ошибся. К-к-комбо. Комбо-брейк ошибся. Да уж. Не знаю, может быть устал уже. Может быть. Ошибка очень грубая. Вот к чему я веду. Ошибка просто нереально грубая. Потому что сейчас без шейкера, без Хаслэма, ну то есть даже если бы он сейчас был, даже если бы он просто потратил Хаслэм в землю и стоял бы сейчас на базе. Ну какой был бы от него смысл, не совсем понятно. Так и ГВП! Пишет команда Вега. Вот. На такой очень грустной ноте, невероятно грустной ноте, заканчивается этот гранд финал. Вега проигрывается счетом 1-3. И... я не знаю, какая-то лютая минус мораль, мне кажется, уже в конце была. Печаль. Ну, 3-1. На одной карте Вега все же дала бой. Не совсем уверенный, скажем так, в момент стал наступать сомнение. Поязливо? Да. Стало наступать сомнение, что они могут ее забрать. Ну, в ЕГ все-таки очень уверенно сыграли. За 6 карт сыгран с Вегой они отдали всего одну. Поэтому можно сказать, что пока ЕГ переигрывают. Я думаю, что они еще в группе играли. Вега там еще в группе тогда одну карту отжала. Я уже не вспоминал про это. Не, ну, в любом случае, ЕГ выглядели сильнее. Мне кажется, вообще по всем статьям, даже в той игре, когда Вега мясо разваливала ЕГ, там, за счетом 10-0. Даже там и Вега смогли дать бой. Вот что самое забавное. И, наверное, это просто подтверждает класс команды. То, что сейчас ты действительно один из главных фаворитов на победу на грядущем мейджоре. До которого осталось, кстати, всего ничего. И мы с тобой, Витя, там уже совсем скоро сможем оказаться. И зрители наших туда также будем агитировать. Так что, по сути, наверное, на этом информация наша на сегодня заканчивается. Да, можно открыть календарь и сказать ближайшие трансляции, что у нас будет происходить, если что-то будет происходить. Да, завтра будет происходить. Завтра же пятница. Завтра. Я не знаю, я вообще в днях не разбираюсь. Нет. Сейчас четверг. Ну, сегодня уже четверг. И сегодня ничего происходить не будет. У нас 3D пятницу, 19 февраля. У нас ждет БТСС. Да, с 11 утра, кажется, по Киеву, с 12 по Москве. Два быстров, три, если я не ошибаюсь. Верно? Ты не ошибаешься, ты молодец. Я умничка. Я молодец, я доволен. Просто memory training 228. Ладно. Не будем вас долго мучить, да, действительно, немножко мы отдохнем, день отдыхаем, послезавтра уже увидимся с вами на СЕА, послезавтра уже будем вам строчить сообщения из запароли. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...